Привет, друзья! Сегодня на моем канале обзор «Первый взгляд» на мою новую ультралайтовую бейт-кастинговую палочку, которую я заказал у дядюшки Минго в Китае. Я специально записываю эту часть, чтобы показать, в каком тубусе она пришла и как была упакована. На самом деле, упакована она была хорошо, тубус дошел без повреждений. Такой плотный, хороший, пластиковый тубус. И, в общем, не буду затягивать, теперь давайте непосредственно расскажу про саму палочку и про то, в чем я лоханулся, когда ее покупал. Итак, вот что лежало в том пластиковом тубусе. Я подробно не стал снимать распаковку, чтобы ускорить время видео. Ссылки на эту удочку я, безусловно, дам и в описании, и продублирую в комментариях. Также не забывайте при покупке пользоваться кэшбэками. Там же в описании и в комментариях я укажу те кэшбэки, которыми пользуюсь сам. Ну а теперь непосредственно про саму удочку. Называется она «Даггер». Это фирма, которая ее выпустила. Название же самого спиннинга «Роял Спирит». Ну и 562 – это, соответственно, длина и предназначение «Ультралайт». Сам завод «Даггер», насколько я понимаю, это довольно-таки какой-то серьезный завод, по крайней мере, то, что я знаю. И, в общем-то, выпускает достаточно качественные вещи. Давайте сейчас покажу его уже поближе. А вот так выглядит сам спиннинг, точнее, его комлевая часть. Ну, по сути, это всегда, в общем-то, можно сказать, сам спиннинг и есть. Дизайн мне этого спиннинга однозначно понравился, потому что он достаточно, ну, строгим может нельзя его назвать, но достаточно лаконичный и четкий, без какой-то олиповатой китайщины, а в духе, скажем так, современных японских спиннингов в том числе. В общем, достаточно красивая удочка, как на мой взгляд. Что еще? Ну, название здесь понятно, оно такое же, продублировано. Вот здесь указаны ее характеристики этой палочки. Соответственно, длина 5,6 – это порядка метр семьдесят пять, насколько я помню. Двухчастная удочка, 1,6 грамм по весам, которые она может забрасывать. Ну, и 2,6, соответственно, 2,6… Ладно, всех, я думаю, в том числе и меня, интересует ее строй. И что она из себя представляет. И, на мой взгляд, вот сейчас я так, чтобы было на фоне неба лучше видно, и, на мой взгляд, она имеет достаточно хороший и такой, ну, как сказать, классический, наверное, Е, средне-быстрый строй. То есть она отлично, на мой взгляд, подойдет для воблеров. Мне вот именно я и хотел, потому что та палочка у меня больше поджиг, гадкий утенок, а вот эту я планировал именно для работать воблерами на коротке. И, естественно, когда я заказывал, я не представлял, информации по этой удочке мало. И вот сейчас, когда она мне пришла, мне, в общем-то, кажется, что я угадал с ее строем. То есть она очень будет неплохо работать с воблерами. Понятное дело, что с воблерами, в общем-то, я думаю, что действительно до 6 грамм она и будет работать. И, мне кажется, будет это делать хорошо. Безусловно, это все на воде, как бы я… Уже решится это все на воде и какие-то основные выводы. Но так как этот обзор все-таки я назвал первый взгляд, поэтому, в общем-то, особо никакой конкретики. Вот еще давайте я ее так потрясу, чтобы был понятен. То есть это не совсем лапша, а такой, как бы, больше похож на стримовый вариант. Ну, я думаю, он такой и есть. Единственное, что вот сейчас, как бы, по впечатлениям от потряхивания, я не думаю, что с одним граммом она будет хорошо работать. Думаю, что грамм от двух, да, скорее всего, вот, по крайней мере, по потряхиваниям кажется, что грамм от двух она уже сможет, а один грамм, скорее всего, нет. По крайней мере, те удочки, которые могут один грамм, они немножко, ну, другой тест имеют. И, как бы, менее жесткий, на мой взгляд. Безусловно, это все на воде я попробую. Будет она у меня оснащаться катушкой какой-то, еще не знаю. Ну, начну я, безусловно, попробую ее сразу с катушкой, которую я апгрейдировал. То есть это Tatula Compact, чтобы, ну, для интереса, и мне уже самому интересно попробовать, что дадут на ней гибриды и как она будет, собственно говоря, с гибридными кидать. Особенно вот воблера. Думаю, в ближайшем будущем я попробую потестировать эту палочку именно с воблерами и с этой катушкой. Что ж, вот такие вот первые впечатления у меня о ней сложились. Они положительные, потому что при цене в палке порядка 35 долларов, я считаю, что этот спиннинг, ну, не знаю, просто за эту цену он просто шикарный. К качеству я тоже придраться не могу. Все, как бы, сделано аккуратно, клеено хорошо. Никаких огрехов нет. Кольца здесь не Fuji стоят, графит здесь маркируется 30 тонн. Ну, это среднемодульный такой хороший графит. Я, правда, не помню, не Тареевский, наверное. Ну, ладно, я думаю, что в описании к этой удочке в магазине у Минго вы сами все прекрасно прочитаете. Кстати говоря, у этой удочки есть ее и спиннинговый аналог. Кому бейткастинг не нужен ультралайтовый, соответственно, могут ее купить в обычном, скажем так, спиннинговом варианте. И, собственно говоря, надо же рассказать то, о чем я сказал вначале, как я лоханулся. Я хотел эту палочку купить, помимо еще всех вариаций, она еще существует в трехчастном варианте. То есть, этакий Тревел. Несмотря на то, что она и так маленькая, то есть в трехчастном она еще меньше. Я хотел себе заказать трехчастник для того, чтобы вообще планировал, чтобы на велосипеде путешествовать и брать ее с собой просто в рюкзак кидать. Потому что она будет совсем такая маленькая, но, блин, я сначала думал, это мне Минг прислал не ту удочку, уже даже на нее наехать хотел. Но оказалось, что это я сам, в общем-то, видимо, не знаю, в каком-то беспамятстве был и вместо трехчастного я выбрал двухчастный. То есть, теперь у меня эта удочка в двухчастном исполнении. В принципе, она тоже будет помещаться в рюкзак, то есть будет вот столько-то торчать. Я уже не знаю, ну, какой-нибудь в будущем трехчастник закажу себе обязательно, но вот это будет пусть у меня в двухчастном. Я думаю, что как какой-то тревел она тоже пойдет, потому что она не очень большая. Кстати говоря, ссылку тоже на трехчастник я дам там же в описании. Что ж, надеюсь, мой обзор был для вас полезен. Жду вас в комментариях, лайкайте, подписывайтесь. До скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok